Студия Тирекс Дизайн приветствует вас и сегодня мы поговорим об удалении катализаторов на примере автомобиля инфинити лично я противник удаления исправных катализаторов если вам говорят что удалите катализаторы и тачка попрет ну это не совсем так что вы действительно получите так это дополнительный шум в салоне рокот звон который идет из под капота из под ног в том месте где у вас стояли катализаторы на этом инфинити катализаторы уже были удалены потому что как всегда владельцы обещали что выбей катализаторы машина попрет все будет отлично вместо этого самого прения владелец получил мерзейший шум из под капота он говорит даже мне стыдно было ездить по двору заезжаешь во двор на нормальной машине а звук как от какого-то ведра болтания в результате он стал искать новые катализаторы чтобы купить поставить избавиться от этого безобразия но новые катализаторы на инфинити стоят безобразных денег поэтому он сделал правильный выбор и обратился к нам просто так выпить катализаторы это не решение проблемы некоторые говорят что давайте вот мы вам вместо катализатора поставим ровную трубу и будет все круто нет не будет если вы поставите ровную трубу звон вот этот все равно будет стоять в салоне если вы выбили родной катализатор то проблема еще в том что нарушается газодинамика и могут возникать провалы как вот например владелец инфинити он сказал что после удаления катализаторов кроме противного сбона в салоне и рокота при резкой даче газа стали появляться провальщики какие-то поэтому мы предлагаем такое решение что на базе корпуса родного катализатора можно сделать ламега сити почему на базе родного потому что вот в инфинити например там форма вот этого катализатора такая интересная что подобрать под эту форму какое-то готовое решение поставить достаточно сложно ну а кроме того мы обычно не ставим чьи-то сторонние изделия все делаем сами а форма катализатора у инфинити достаточно хитрая поэтому подобрать какие-то резонаторы пламя-гасители довольно сложно но есть другой вариант можно взять катализатор разрезать его примерно вот таким образом вырезать его кусочки кое-какие и подготовить вот такую вещь сделана она из жаропрочной нержавейки вставляться она будет существующий корпус катализатора вот она попадает приемник для амптозонда тоже попал куда надо вот так вот будет закрыта заварено и все будет отлично теперь та же самая перфорированная труба уже замотана в нержавеющую микросетку проделано отверстие для лямбдозонда здесь можно заметить что почему-то мы не замотали это все просто потому что эта часть заходит существующую трубу вот здесь и там сетка не нужна а нужна сетка для того чтобы набивка не вылетала сквозь вот эти отверстия в глушитель сразу после запуска двигателя и с этой сеткой ничего никуда не полетит уже проверено поэтому сейчас берем тыкаем на место дома теперь можно заполнять набивкой вот плотненько набита полностью свободных мест оставаться не должно ну и вот здесь вата тоже торчать не должна ну что при сварке она будет мешать потому что она не горит даже под сваркой и вот в корпусе родного катализатора сделан пламя-гаситель он же губа гаситель звоногаситель все закрыто все сварено здесь все приварено тут также тепловой экран заварить его не все можно будет ставить в результате машина была отдана уже вчера владелец на ней поездил и вот что он написал вчера когда только уехал от нас он пишет звук что надо и она снова как будто поехала лучше со старта рвет сегодня утром я ему еще раз написал я ему написал обычно самые правильные впечатления на утро следующего дня ну потому что когда ты только машину забираешь ну как-то еще все немножко не так потом утра уже впечатления устоялись и они более точные и вот он пишет да без изменений валит ну в смысле без изменений со вчерашним днем звук очень нравится как до удавления катализаторов топнул пол провала нет вот это отлично собственно этого результата мы и добивали многие спрашивают а чего это у тебя футболка такая перед тебя что дробью стреляли что ли не дробью меня не стреляет просто дело было летом жара солнце градусов 30 даже чуть больше а мне надо было сваривать кабельный лоток который стоит на стойках и на высоте двух метров мы и швы которые должны идти и варить я понимаю что если я одену сварочный костюм я в нем сдохну очень быстро потому что и так жарко сварочный костюм капец какой жарки что делать одел футболочку свою любимую и давай варить над головой ну искорки летят вниз ну так кто ж на них обращает внимание затем прощаюсь с вами до новых встреч пока пока вьет 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 Продолжение следует...